Ну а кому-то праздник пришел прямо домой. Квартиру в Минске, два крупных денежных выигрыша, три внедорожника Джили Атласа, еще более 20 тысяч денежных призов. Евроопт разыграл в игре «Удача в придачу» на этой неделе. Минувший вторник стал счастливым для победителей 98-го тура. Сегодня счастливчикам вручили крупные призы. И сейчас познакомимся с самыми удачливыми покупателями. Для Алексея Сидельникова из городского поселка Мочулище Минского района 2018-й стал годом знаменательным. Месяц назад он в третий раз стал отцом. А в этот вторник выиграл столичную квартиру от Евроопт. До сих пор у семьи собственного жилья не было, не говоря уже о квадратных метрах в Минске. Эмоции просто захлестывают, если честно. Так неожиданно, но приятно, очень приятно. До сих пор не осознаем, если честно. Получить квартиру, это... Ну вот, как будто вчера об этом даже не думала, сегодня вот, пожалуйста. Кто не хочет переехать в столицу, покажите пальцем. Бюджет двух семей пополнился крупными суммами. Впервые Евроопт разыграл два приза по 40 тысяч рублей. Минчанина Евгения Тимановича новость застала врасплох. Пора сочинять мечты, которые исполнятся благодаря народной игре. Мечтали и о машине, мечтали и о квартире. Мечтали, ну, конечно, и о денежном призе, когда они разыгрываются. Ну и вот, сбылось. Очень приятно получить подарок к Новому году. А Виталий Ермаков из Могилева сразу же решил, на что пойдут 40 тысяч. Планов у молодой семьи много. Глобально это лучше жилищные условия из глобального. Ну а из насущего это уже нашу, что бы хочет. Машина. Я думаю, что этих денег нам хватит на наши мечты, которые мы запланировали на долгие годы. Еще три победителя пересядут за руль стильных «Джили Атлас». Менчанка Елена Михайленко так торопилась встретиться со своим автомобилем, что примчалась в студию игры, едва узнав о выигрыше. Признается, всегда мечтала именно о таком призе. Это было неожиданно, и это, наверное, ну, я давно не испытывала таких потрясающих эмоций. Мы хотели автомобиль, нам нравились автомобили «Джили». И все сложилось, все случилось. Гемельчанка Ольга Малаш по привычке смотрела розыгрыш «Удачи в придачу» и очень удивилась, когда увидела свою фамилию в числе претендентов на «Новой Джили». Говорит, не зря мечтала о победе. Сбылось. Я всегда брала товар «Удачи», и мне всегда хотелось, чтобы мы выиграли автомобиль. Я не могла поверить. Мне хотелось, но я не могла поверить, что это я. А гемельчанка Елена Евмененко вечером во вторник была на родительском собрании. На удачный звонок от Евроопта не ответила. И как только узнала от друзей о выигрыше, сразу же просмотрела запись эфира, чтобы убедиться, что это не шутка. Вообще не верила сразу, потому что такое бывает, наверное, раз в жизни. Права у мужа есть, машины нет. Двое детей есть, куда их возить, машина нужна. В разгаре уже 99-й тур игры. 18 декабря на кону квартира в Минске. Два крупных денежных выигрыша по 40 тысяч рублей, три внедорожника и еще более 20 тысяч денежных призов. Время новогодних праздников в чудо верят все. И взрослые, чьи мечты круглый год исполняют удача в придачу, и, конечно, дети. Алиса из сказок Льюиса Кэрролла возвращается в Евроопт. Книга с оживающими иллюстрациями станет волшебным подарком для юных мечтателей. А еще увлечет чтением всю семью. Приобрести книгу «Алиса в Зазеркалье» можно по специальной цене. 5 рублей 99 копеек. Подробности акции на сайте евроопт.бай. Алексей Кряхвин, Яна Лазовик. Наши новости ОНТА.